Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Настя. Я рассказываю о творчестве, вдохновении и фотографии. В этом видео я хочу с вами поделиться своими впечатлениями о путешествии. В этот раз мы решили отправиться в путешествие на машине. Мы с собой взяли еще и нашего кота Эша. В Краснодаре нас, как всегда, встречали мои родители. Была очень уютная домашняя атмосфера. Мы ели разные вкусности, встречались с родственниками. Через несколько дней мы отправились на море, в Абхазию. Это мое третье пребывание в Абхазии, и мне безумно нравится эта страна. Наш отель располагался очень близко к границе. В гостинице, в которую мы ехали, мы остановились в первый раз. Она нам показалась очень уютной. Вы сами видите сейчас, что эти кадры, они действительно волшебные. Мы на самом деле даже не ожидали, что гостиница окажется настолько крутой и уединенной. Тихой, спокойной. Именно такой отдых, который сейчас, я думаю, нужен каждому человеку. Пляж оказался небезлюдным. Погода была теплая, но море достаточно беспокойным. Первый день мы обустраивались и смотрели окрестности. Один из них мы решили отправиться на пляж. Пошла в воду, несмотря на то, что было достаточно сильное волнение. И в один момент меня просто сбила волна, и я не могла несколько минут выплыть и как-то справиться с тем, что волны меня утягивают. Я выплыла, но, к сожалению, потеряла свои любимые очки. Все эти дни мы гуляли, наслаждались спокойствием, природой, красотой места. Были очень удивлены приятной красотой отеля и захотели узнать побольше о его истории. Я, конечно, порылась в интернете и нашла то, как отель выглядел раньше. Оказалось, что раньше это была гостиница Москва, которая достаточно хорошая по меркам советского времени. Но затем все пришло в запустение, и отель выглядел очень плохо, удручающе, и было очень много негативных отзывов. Сейчас, как я поняла, отель восстанавливают, и он открылся только в мае. Основные здания уже переделаны. Но некоторые объекты еще остались в запущенном виде, и мы были только рады этому, так как я очень люблю различные заброшенные места. Я с удовольствием решила поизучать окрестности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы вернулись в Краснодар, и оставшееся время практически не выходила из дома. Проводила время с семьей. Мы очень много играли в УНО, и пытались подружить наших бушующих котов. Вот так прошло мое путешествие, мой отдых. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо, что посмотрели его. Желаю вам хорошего настроения и вдохновения. Всех целую, всем пока, и до скорой встречи!